Приветствую вас, попробую помочь вам лучше понять ситуацию, может быть немножечко испенить какие-то свои приоритеты в этой ситуации и лучше понять своё место в ней. Ваша мама взрослый человек и живя, проживая точнее 6 месяцев с мужчиной, то есть уже более полгода, говорит ли, она до сих пор в него влюблена, потому что именно влюбленность проходит на самом деле уже раньше. Тем более у взрослого человека, такого взрослого человека, как ваша мама. И скорее всего, скорее всего, ваша мама, ну, человек свободный, человек независимый, человек, который сознательно выбрал такого мужчину к себе в партнёры, и она позволяет ему так себя с собой вести. Она позволяет ему ездить с собой к вам, при том, что вы не мужчина, да, то есть увести вашу маму от этого человека вы не можете, вы её дочь, то есть, по сути, один из самых, наверное, безобидных людей для него. Но, тем не менее, он всё равно с ней едет. И отсюда можно сделать несложный вывод, что, скорее всего, при прочих равных условиях, ваша мама сама хочет, чтобы он с вами был, чтобы он был с ней, и не хочет с вами одна. Оставаться, возможно, потому что знает, что вы будете обсуждать с ней какие-то свои личные проблемы, а ей эти личные проблемы, может быть, даже неинтересны, или она не хочет о них слышать. И именно поэтому она и позволяет мужчине везде с собой ездить. Кроме того, вы пишите, что с мамой говорили, вы говорили с мамой, они ругаются по этому поводу, но совершенно непонятно, как можно ругаться по этому поводу, если мама может, просто ничего ему не сказать, например, уйти, и он не сможет её остановить. И совершенно непонятно, что она говорит мне всё равно, всё равно на что, всё равно почему, и так далее. То есть это очень мутная аргументация, которая приводит ваша мама. И за неимением другой аргументации можно предположить, что вашей маме так выгодно. То есть она не хочет ничего менять, потому что её устраивает. Предположим, что она зависимый человек, и находясь в зависимости от своего мужчины, она опять-таки получает больше от него, чем от вас. То есть она знает, что вы хотите с ней обсудить свои личные проблемы, эти личные проблемы вы с ней обсудите, и после этого она вам, скорее всего, будет не нужна. По крайней мере, по её мнению. И вы уйдёте от неё, она останется, и ей нужно будет как-то жить, и она своего мужчину терять не хочет. Поэтому вам здесь важно понять, что вашей маме комфортно, так как она здесь живёт, в меня ничего она не собирается. И это означает, что объяснить не ему, не ей что-то не получится. Ему не получится объяснить, потому что у мужчины свой рациональный, логичный взгляд на вещи. И он скажет, ну а что, я не живёй человек, я мужчина твоей фами, и всё, что ты можешь сказать ей, ты можешь сказать и мне, например. Или что-то в этом роде, сказать, что он не слушает вас, сказать, что он просто не хочет расставаться с вашей мамой, потому что её любит. То есть, грустному человеку объяснить это не представляет аллогольным. Человек подобные вещи либо понимает, либо не понимает, и если не понимает, то на то есть причины. И причины достаточно глубинные, которые вам, человеку, никак не влияющего на него, изменить, наверное, скорее всего, не по силам. Кроме того, по большому счёту, мужчина вашей мамы, наверное, уже более чем взрослый человек, то есть уже пожилой, наверное, и тем самым у него костное мышление и костный взгляд. И вам, молодой женщине, вряд ли, предоставляет возможность как-то его изменить. Другое дело, что ваши личные проблемы, о которых вы пишете, стоит обсуждать не с мамой, а лучше обратиться, например, к психологу или понять, почему, например, у вас не осталось близких людей. То есть, почему у вас нет друзей, почему у вас нет подруг, почему у вас нет никого, кроме вашей мамы, это тоже относительно серьезная проблема, с которой стоит разобраться. Тем не менее, прошу вас понять одну большую вещь, что, одну такую вещь, очень важную вещь, что ни вашей маме, ни её мужчине вам объяснить ничего не получится, потому что то, что вы скажете, им будет известно, но их это не волнует по какой-то причине. То есть у вашей мамы и у вашего мужчины, у мужчины, то есть у вашей мамы, в разобращении, а есть мотивация поступать именно так, как они поступают, и ваши интересы для них важны, поскольку, поскольку. Тем не менее, это вот не очень приятная картина, к сожалению, скорее всего, реальна, и в этой ситуации вам действительно нужно понять, что на мамы рассчитывать нельзя сейчас, и искать другие средства решения своей проблемы. Как я уже сказал, однозначно при этом решении проблемы может стать дальше не расставание с молодым человеком, что, в принципе, является нормальным и естественным. Люди могут раздаться и после 5, 6, 10, 15 лет заметного проживания. Вот этого, к сожалению, никто не застраховывает. А вам нужно, я бы рекомендовал вам, обработать в направлении того, почему у вас нет друзей, почему у вас, кроме мамы, больше нет никого, с кем бы вы могли поговорить. Это очень тревожная звоночка для взрослого, равноправного, независимого, полноценного человека. И вот это является, мне кажется, вашей основной проблемой. Только от этого молодого человека, то тут тоже можно вам помочь пережить эту психодраму, если вам это дается с большим трудом. На этом, я думаю, можно закончить ответ на вопрос. Надеюсь, что помог вам, хотя, наверное, конкретной помощи по вопросу, конкретного ответа на ваш вопрос я не дал, но, поймите правильно, нельзя подобрать слова, нельзя подобрать поведение к человеку, которого мы не знаем. То есть вы знаете своего маму, знаете ее мужчину, и только вы можете примерно представлять, какой подход к ним возможен. А мы не знаем всего, всей картины того, что происходит между вами, вашей мамой и ее мужчиной. И если вы, как бы, всей этой картиной поделитесь, то это рассказывать, какие отношения у вашей мамы с мужчиной, может быть, более подробно рассказывать про ее мужчину и так далее, то, может быть, какие-то рекомендации постепенные дать вам и получатся. Но на данном этапе, к сожалению, это невозможно. И абсолютно любые рекомендации были бы из самого общего характера, не принесли бы никакого результата, и были бы пустые траты слов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.